Как известно, усиление ультразвука происходит тогда, когда скорость акустической волны, вернее, скорость дрейфовая, превышает скорость акустической волны. Это черенковский эффект. Да, затухание ландала. Ну, затухание ландала. Ну, в общем, акустроэлектрическое усиление. В данном случае, что у вас здесь служит определение скорости, дрейфовой скорости? В данном случае у нас скорость была определена по данным дифракционных измерений на дифрактометре. Порядка 2800 метров в секунду скорость пав. А дрейфовая скорость, эта подвижность у нас определилась в порядке 4800 в наших случаях она фигурировала в подвижности. Вот эта точка перехода, она у вас будет точной, если это акустроэлектрический эффект, то точка перехода от положительного, ну, то есть затухания, к усилению у вас точно эта скорость будет определена. У вас не может быть порядка, а вы просто ее точно. Ну, в данном случае мы говорим, что скорость носителя заряда равна скорости увеличения акустического волны. Порядка 2800 метров в секунду. Вот с такой скоростью. В магнитном поле не пробовали? Нет, в магнитном поле никто пробовал. Нет, эксперимент ведутся, но данные не однозначны. Данные не однозначны. А все-таки вот этот эффект, где он может быть использован, для чего? Ну, в данном случае, вот как вопрос применения, значит, фотоэлементов, увлечение внешнего, значит, папку, увеличение скорости глиноса носителя заряда, ну, так, навскидку. А так применение можно... В случае фотоэлектрических детекторов или еще что-то, для чего фотоэлементов? Ни с какого типа фотоэлементов? Нет, в качестве истории фэмпов, солнечных элементов, преобразования, да. Вот, тонкопленочное преобразование на графине усиливает тем самым, значит, токи переноса. Вот, тонкопленочное преобразование на графине усиливает тем самым, значит, токи переноса.